Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео продолжит серию видео про коммуникации между микросервисами. На этот раз мы будем говорить про коммуникацию между микросервисами с использованием аутентификации. В частности, сервером авторизации у нас будет Identity Server. Я буду показывать пример на уже готовом приложении, которое было создано в процессе создания другого видео. Потому что, собственно говоря, ничего не поменялось, но как было, так и осталось. Нужен токен, нужно его получить, нужно знать где, нужен Discovery документ. В общем, это будет самое простое для меня видео, потому что мы просто пробежимся по тем результатам, которые были сделаны. Я вам настоятельно рекомендую посмотреть набор видео про авторизацию и аутентификацию. Там заложены основы, там описаны основы, заложены основы для всех последующих видео. Там на самом деле есть информация про то, как настроить Identity Server, как использовать клаймы. Ну, в общем, я настоятельно, опять же повторюсь, рекомендую вам посмотреть это видео. Ссылку найдете на моем канале. И, в общем-то, давайте переключимся и немножечко порисуем. Я нарисовал схему, по которой работало предыдущее видео. Когда просто один микросервис сделал запрос в другой микросервис, получал, соответственно говоря, ответ. И это работало, потому что сервер, на который, сервис, на который был запрос, он не был защищен ничем. Собственно говоря, я имею в виду речь про какой-нибудь Identity Server или подобие этого, или там еще какой-нибудь другой сервер авторизации. Неважно. Но теперь мы будем рассматривать вопрос, когда у нас есть авторизации, поэтому мне придется нарисовать туда еще один Identity Server. То есть, тоже своего рода сервис, сервер авторизации, пусть он называется Identity Server. Мы будем говорить про версию 4. Собственно говоря, речь о чем? Для того, чтобы юзер-сервис сходил на ордер, ему нужен токен. Этот токен он может получить на Identity Server. Давайте сделаем запрос на Identity Server. А здесь будет так называемый, мы уже использовали это в прошлом видео, то есть там Service-to-Service Communication. То есть, я передаю идентификатор IP-сервиса, получаю в обратку так называемый токен. Этот токен подставляю в запрос уже на Orders. Теперь, когда Orders получает этот реквест, он идет на сервер авторизации. Сервер авторизации валидирует токен. Он говорит, что токен окей. То есть, этот токен выдал я, он рабочий. И сервер, собственно говоря, Orders API, да, сервис, он возвращает в обратку уже информацию с респонзом. В общем, как вы видите, все на самом деле очень просто. Осталось сделать за малым. Понять, как это работает. Итак, смотрите. На самом деле, надо понимать, что стрелок я нарисовал много, но не все нам придется реализовывать. Потому что Authorization Flow – это и есть набор запросов, если хотите, которые предопределены уже и реализованы Identity Server по спецификации. Ну и, собственно говоря, другими процессами, которые используются при этом Flow. Мы будем делать только два запроса. Один на Identity Server для получения этого самого токена. И второй уже непосредственно запрос на Orders API, где уже будем получать сами данные. И Identity Server я на сегодня опущу из оборота. В этом видео мы будем просто предполагать, что он есть, что он может авторизовать. Если у вас будут вопросы, посмотрите мое видео, о котором я уже упомянул ранее. Собственно говоря, возвращаясь к нашей теме. У нас есть Users, у нас есть Orders. Причем, надо сказать, что у нас этот самый Orders, он защищен сервером авторизации. Вот настройки Identity Server. Сервис Users, собственно говоря, никаким образом не защищен. Но это, собственно говоря, не меняет политики. Для того, чтобы пойти на защищенный сервер, нужно получить токен. Давайте проверим, что у нас правильно запускаются сервисы. Нам нужен Identity Server, правильно. Нам нужен Orders, и нам нужен Users. Да, они стартанут все вместе. Единственное, что я бы хотел еще проверить, чтобы у нас User Server, вот здесь где-то есть Property. И я хочу, чтобы у меня здесь еще тоже стартовал этот клиент. Давайте запустим эту штуку, и я прям покажу, что для чего и в какой последовательности происходит. Итак, смотрите, у меня стартануло сервис. Хорошо. Вот, и Identity Server. В общем-то, Identity Server у вас перед глазами. Здесь он нам, собственно говоря, не нужен, поэтому его закроем. Смотрите, у нас есть Get Orders. Давайте я поставлю Breakpoint в методе Get Orders. А он стоит, отлично. Давайте я нажму Get Orders и по порядку расскажу, что происходит. Итак, первым делом мы попали в этот Get Orders. У нас есть HTTP Client Factory. Давайте я, наверное, на нем немножечко подробно остановлюсь. Итак, есть два способа, ну, во всяком случае, я знаю два способа выполнить запрос, HTTP запрос из сервиса в сервис. Для этого можно использовать HTTP Client, который можно создать двумя способами. Первый. Через конструкцию New, когда вы создаете явно HTTP Client, задав ему параметры, выполнить запрос, это, в принципе, будет работать. И второй вариант использовать HTTP Client Factory, который позволит более централизованно управлять инстансами этого самого HTTP Client. HTTP Client, на самом деле, достаточно сложный класс. Он, потому что работает, ну, не напрямую, скажем так, но он работает со стеком вашей сетевой карты. Поэтому, если вы их много нафигачите, то это пойдет нагрузка на, собственно говоря, на вашу сетевую карту. Если у вас там дигабитная или еще быстрее сетка, вы, наверное, это не заметите. Если у вас сетка помедленнее, вы можете ощутить некоторые проблемы с сетевыми, то есть потоками. Что делает HTTP Client Factory? На самом деле он кэширует один и тот... Ну, то есть не кэширует, он шарит, наверное, можно сказать, контекст запроса, если у вас один и тот же сервер. Например, у вас есть какой-нибудь сервис, который постоянно дергает, допустим, что у нас там есть, orders API, и другого клиента. То есть если вы будете создавать каждый раз новый инстанс этого клиента, задавая ему настройки, то контекст выполнения этого запроса, ну, там, давайте так говорить, там до самой... Ну, очень глубоко, очень много всякой дряни поднимается изнутри, да. Вы просто создали клиента, написали ему URL, может быть, там хедеры задали и отправили его. Ну, там в глубине, так сказать, в душе этого HTTP клиента, там много чего поднимается, в том числе связанное и со стеком, да, с TCP стеком, с UTP пакетами, с настройками. В общем, суть не про это. Суть про то, что когда вы используете HTTP клиент, он существенно упрощает работу и сильно-сильно ускоряет подготовку запроса, ну, на уровне стека, да, и выполнение его. Я имею в виду, что именно net стека, то есть, ну, железного, хардварного, если хотите. Я настоятельно рекомендую его использовать, ну, а вы, собственно говоря, можете делать как хотите. Итак, у меня есть HTTP клиентфактори, который, давайте опять же скажу, как он появляется здесь. Он через Injection, но для этого мне нужно установить вот эту вот строчку, да, то есть подключить. Итак, я сделал запрос Get Orders. Я через HTTP клиентфактори создал вот этот самый клиент. Более того, ну, HTTP клиентфактори, он может делать именованные, в которые привязывать конкретные настройки, Retry Policy, Circuit Breaker Policy, там очень много, на самом деле, вариантов. В общем, это, на самом деле, хитрая такая штука. Я, опять же, повторюсь, рекомендую вам ее использовать. Итак, по порядку. В 27-й строке мы создали клиент, который будет ходить на сервис авторизации. Дальше. Для того, чтобы понять, где находится сервис авторизации, специальный экстеншн, который Get Discovery документа SYNC содержит в себе метод, а сам экстеншн называется... Сам экстеншн называется... Нет, я вас обманул. Сам экстеншн мы делаем из User. Вот как он называется. IdentityModule. То есть, как только вы поставите эту библиотеку, у вас станет доступным вот этот метод. Этот метод возвращает Discovery документ. Давайте я сейчас это все отпущу еще раз. И покажу, что такое. Так, давайте так. Localhost... 10000... Нет, 10000. Один слэш точка well-known... Вот этот вот well-known open-id configuration это как раз тот самый Discovery информация. То есть, до информации, куда идет вот тот самый клиент. Здесь есть все, что нужно для работы identity сервера в какой-нибудь сети. Ну, например, здесь есть место, где можно получить токен, где можно авторизовать пользователя, проверить сессию, закончить сессию. Ну и, в общем-то, все поддержим параметры. Вот этот вот URL, да, называется Discovery URL. И, собственно говоря, давайте я нажму еще раз. Вот этот вот Discovery документ идет на вот этот вот сервер. Это единственное, что достаточно знать для того, чтобы все остальное получить. И я сейчас нажимаю F10, мы получаем Discovery документ. Этот Discovery документ содержит, как вы видите, всю информацию. Authorize, checks, session, количество клаймов, которые поддерживаются, куда пойти для авторизации, какие гранд-тайпы поддерживаются. В общем, все, что нужно для работы сервиса. Таким образом, вот этот вот токен-респонс уже у нас получил всю нужную информацию вот в этом Discovery документе. И мы создаем для, ну, так сказать, давайте я сейчас уберу, чтобы это желтое проскочило. Мы создаем client-credential-token, то есть мы сходили на сервер, identity-сервер, получили всю нужную информацию, куда пойти. Теперь снова вот это расширение, оно снова из того же самого nugget-пакета. Мы создаем новый client-credential-token-request. Он встроен в ту библиотеку. И из этого Discovery документа, как вы видите, подставляем токен-эндпоинт, подставляем имя клиента, подставляем секрет клиента и скоб, куда мы собираемся пойти. Давайте еще подробнее немножко остановлюсь. В identity-сервере есть настройки, конфигурации, так сказать. Сейчас я их найду. И вот этот, нет, я вас обманул. Вот client-id и вот он тот самый клиент, от имени которого мы будем делать запрос. Я здесь вот это вот указал, и вот этот токен-респонс у меня сформировался. И теперь я сделал запрос, и в общем-то у меня уже в этом токен-респонсе, сейчас я его разверну, уже получен токен. Смотрите, то есть у меня сначала сервер пошел в identity-сервер, узнал Discovery, потом из этого Discovery документа узнал, где у нас токен-эндпоинт, сделал запрос, вернулся респонс, в этом респонсе есть тот самый токен-ид. Вот вы его, собственно говоря, вы видите. Ну и еще давайте покажу. Во-первых, вы всегда можете посмотреть Ctrl-A, Ctrl-C. Давайте вот так покажу. Есть полезная штука, которая называется GVTIO. И здесь вы можете посмотреть структуру этого токена. Собственно говоря, вы можете его здесь расшифровать. Вот вы видите, что я пошел на ордер. Вот это мой клиент. Это когда он not before, то есть не активировать до того, как. То есть буквально это время начала действия токена экспарт, это когда он завершается. Север авторизации. В общем, issue этот identity-сервер. Ну и еще вам хочу показать такую штуку, например, GVTMS. GVTMS. Ой. Да, пишу одно, слышу другое. GVTMS. На самом деле, мне вот эта штука показалась более простой. Во-первых, ей удобно смотреть. Во-вторых, здесь можно посмотреть клаймы и, собственно говоря, их описание. Это на самом деле очень удобно. Потому что клаймов их очень много. И не все описаны. А здесь прям с ссылками. Ну, в общем, это мне показалось. Если удобно, пользуйте это. Здесь мы видим то же самое. Ну, помимо этого, есть описание. Ну, так вот. Есть у нас токены. Мы этот токен, close. Мы его отправляем. Уже создаем другой клиент. Вот я его создал. Вот мне появился orders-клиент. Собственно говоря, тот же http-клиент, но он идет в другое место. Вот я через вот эту библиотеку, которая identity-model, этот extension, отсюда вот этот метод, подставляю этот access-токен. И делаю запрос. Давайте вот так вот сделаю. Я иду на 5001, это тот самый order-server, site-slash-secret, получаю response. Ну, и как вы видите, response 200, потому что я правильный токен отправил, токен провалидировался, результат вернулся. Ну, а дальше я читаю из ответа ту самую строчку кода, которую, и нажимаю отпустить. Вот. Нет, еще не вот. Вот. Вот вы видите, вот она появилась. Если у меня будет токен невалидный, я получу он авторайс, ну, это уже как бы совсем даже не важно. Вот по такому принципу, примерно по такому принципу работают HTTP-запросы между микросервисами. То есть, надо еще вот что сказать. Смотрите, вот этот вот discovery-документ, это на тот случай, если у вас такой блуждающий identity-сервер, там адреса меняется, еще что-то у него. Ну, это как бы в хороших сетях это никогда так не бывает, вы знаете его точный адрес. То есть, теоретически, вы могли бы сюда вписать адрес уже существующего сервера, дописать slash connect, slash еще. Просто в настройках самого identity-сервера может меняться конфигурация. Ну, это, на самом деле, очень редко. Я один раз встречал, но так может быть. На этом, наверное, все. Все. Я думаю, что я ссылку на вот этот проект, на вот этот solution, я положу в описании. И, в общем-то, он всегда доступен. Ну, и на этом, наверное, все. С коммуникациями через HTTP, собственно говоря, я даже не знаю, что еще рассказывать. Если у вас появятся вопросы, пишите, задавайте. Будем отвечать, пробовать делать. Следующее видео я постараюсь уже показать с использованием Rebbit. В общем, подписывайтесь. В общем, как там. Всем-всем-всем здоровья и хорошего дебага.